Гнотисе Аутон – «Познай самого себя». Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале XX века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Карпов Дмитрий Сергеевич, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Центра высокоточного редактирования и генетических технологий для медицины и Института молекулярной биологии имени Энгельгарта Российской академии наук, выпускник биологического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Дмитрий Карпов ведёт исследования в области изучения молекулярных механизмов и регуляции внутриклеточных протеолитических систем, создания микробных штаммов продуцентов, а также молекулярных механизмов, ассоциированных с риском развития шизофрении и близких психических расстройств. Кроме того, в сферу научных интересов Дмитрия Карпова входит разработка геномных редакторов нового поколения на основе CRISPR-Cas и изучение молекулярных механизмов, помогающих бактериям адаптироваться к жизни на Международной космической станции. В качестве приглашённого редактора он участвует в создании специальных выпусков российских и международных журналов по темам, связанным с технологиями редактирования геномов. Дмитрий Карпов читает как отдельные лекции, так и авторские курсы по генетической инженерии и молекулярной биологии в ряде столичных вузов, руководит квалификационными работами студентов и аспирантов. Он автор более 100 научных публикаций и трёх патентов. Дмитрий Сергеевич Карпов, студия медицины в контексте. Здравствуйте, Дмитрий. В этом выпуске программы, которая вообще посвящена человеку как биологическому объекту, речь пойдёт о возможностях редактирования генома человека. Традиционно я начну с публикаций свежих по теме выпуска. И вот новость, которая привлекла всеобщее внимание в начале июля 2023 года, она касается открытия новой, совершенно новой системы генного редактирования у животных, что примечательно. Потому что та система CRISPR-Cas9, которая у всех на слуху, она была открыта у бактерий. Это система геномного редактирования, такой природный механизм. Она была открыта у бактерий, потом через какое-то время поставили её на службу науки, потом она уже стала входить постепенно в медицину, о чём мы услышим. Стала центральной темой нашего сегодняшнего выпуска. А вот новость, которая привлекла внимание, она исходит от одного из ключевых исследователей в этой области, Фэна Джана, из Массачусетского технологического института. Он с коллегами опубликовал, вот только что опубликовал в Nature статью, которая подсвещена новой, очень похожей на CRISPR-Cas9, системе редактирования геномов у животных, у эукариотов. Так в широком смысле, а точнее у животных. И вот как пишут авторы публикации во главе с Джаном Фэном, система, обнаруженная сейчас у многоклеточных организмов, демонстрирует присутствие направленных механизмов разрезания ДНК во всех царствах живого и открывает новые возможности геново-редактирования человека. Это что касается новостей. А теперь мы переходим к фундаментальному. Пожалуйста, к фундаментальному рассказу. Дмитрий, вам слово. Что ж, я хотел бы рассказать о технологии редактирования генома человека. Что ожидает от этой технологии и какова суровая реальность применения этого метода в настоящее время. И как пытаются бороться с теми недостатками, которые есть у этой системы. Прежде всего, хотелось бы немного рассказать о краткой истории развития технологии редактирования генома, поскольку CRISPR-Cas9 система у всех на слуху. Но до нее было еще три поколения технологий редактирования. Все началось давным-давно, еще в прошлом веке, и параллельно развивалось. Самые первые ферменты, которые поставлены на службу ученым для редактирования, точнее, как потенциальные редакторы генома, это были мегануклеазы. Это небольшие белки, которые образуют пары между собой, гомо- или гетеродимеры. И они распознают очень большой сайт ДНК, он здесь ниже представлен. За это они и названы мегануклеазы. Есть другие ферменты, которые распознают короткие участки. Четыре нуклеотида или шесть нуклеотидов длиной. А здесь это прям вот... То есть они шире поле их действия. Да, 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 шире. А это означает то, что найти такой сайт в геноме человека, у которого 3 миллиарда пар оснований на гоплодный набор хромосом, будет крайне редко. Встречаться, и значит, есть шанс, что это будет уникальный сайт. Ведь технология редактирования генома предполагает, что мы должны очень точно направлено только определенный сайт модифицировать. И для этого нужен фермент, который бы только этот сайт распознавал. Ну вот первыми такими ферментами, способными узнавать четко нуклеотиды и разрезать, это были мегануклеазы. В основном они используются в фундаментальных исследованиях. Насколько знаю, сейчас у них нет приложений именно в терапии заболеваний человека. По крайней мере, это был тот этап, веха развития технологии редактирования. Следующие ферменты — это были геномные редакторы с нуклеазами и ДНК-связывающим доменом в виде цинковых пальцев. Что это такое? Также эта вещь взята из природы, это из факторов транскрипции, которые контролируют работу наших генов. И большого класса этих белков есть так называемые цинковые пальцы. Вот здесь их небольшая структура представлена. Это вот такая альфа-спираль, здесь находится и два бета-слоя. Между ними находится ион цинка. И по внешнему виду они похожи на палец, так вот упрощенно если смотреть. А так как это цинк, то поэтому возникает название цинковый палец. И было установлено, что есть определенные правила распознавания участков ДНК с помощью этих доменов. И если мы знаем эти аминокислоты, расположим их в определенном порядке, и эти домены в определенном порядке, то мы тем самым получаем белок, который распознает специфично определенный участок ДНК. А дальше к нему присоединяется один домен, так называемый фок-нуклеазы. Этот фермент не специфично режет любую последовательность ДНК, куда его привлекут. И тем самым получается у нас есть такой модуль для привлечения к определенному участку генома и модуль, который будет ее разрезать. Уже фермент состоит из двух частей. Но это облегчает его создание, потому что мы работаем только с одной частью. И что еще делается? Делается их пара. Здесь как изображено? Это одна молекула и вторая молекула. И за счет этого достигается очень высокая специфичность распознавания. То есть в сумме они для того, чтобы разрезать геном, должны встретиться вместе. И одна половинка находится рядом, и когда вторая рядом, происходит так называемая демеризация этого домена и активация его способности разрезать ДНК. Если же они не встретятся в геноме, случайно где-то застрянут, то тогда разрезание не произойдет. Ну и это также обеспечивает безопасность. То есть сама по себе, если он где-то свяжется, вот этот один кусочек... Ничего здесь не может сделать. Да, он ничего не может сделать. Совершенно верно. Тем самым, поэтому и нужно из двух частей. То есть такая немножко усложненная система, зато более безопасная, и мы можем контролировать активность. Это тоже очень важно в технологии редактирования генома. То есть в случае меганклеаса это сделать было невозможно. То есть фермент сразу поступал в клетку, сразу же работал. Здесь мы имеем возможность это контролировать. К сожалению, здесь также возникли определенные сложности. В общем-то, и здесь выяснилось, что лишь небольшой набор последовательностей ДНК может быть в принципе распознан этими цинковыми пальцами. Необходимо было что-то такое, чтобы мы могли увидеть какой-то участок ДНК, что нам нужно именно здесь редактировать и создать редактор именно для данного участка ДНК, а не быть привязанными к редактору. И поэтому возникает третье поколение геномных редакторов на основе Таллин. Таллин расшифровывается как факторы, похожие на факторы транскрипции. Это было также взятое из природы. Они были обнаружены у патогенов растений. Такие белки очень интересны были истории. Их обнаружение, не сразу поняли, что они делают и как они работают. Но когда было детально исследовано, как устроено и как функционирует их ДНК, связывающий домен, сразу стало понятно, что это практически почти идеальный редактор генома. Потому что в их составе каждый, он состоит из множества таких маленьких доменчиков, каждый домен распознает свой один нуклеотид. Здесь уже способность распознавания на одного нуклеотида. И тем самым комбинируя в нужном порядке эти домены, мы можем создать для любой практически последовательности. Это индивидуализированное такое. Да, да, да. Как раз это то, что искали ученые. Можно создать индивидуальный вариант для данной конкретной последовательности. И опять же, все делается из двух частей, что повышает контролируемость гидролиза ДНК, расщепление в нужном месте. И тем самым мы можем высоко специфично и направленно нам редактировать нужный участок. Если вкратце вперед говорить, как это все работает. Нуклеаза нужна для того, чтобы внести двухцепочечный разрыв в определенное место. А дальше мы должны дать инструкцию, некий шаблон или тонер ДНК, который клетка будет использовать для залечивания этого повреждения. И в ходе залечивания происходит то самое редактирование генома, которое все всем слышат. Сами по себе вот эти привычки... Залечивание еще, скажем, за счет природной системы репараций. Да, да. Тоже своя природа позаботилась. Да, природа позаботилась. То, что позаботилась природа. То есть ученые на самом деле эксплуатируют лишь небольшие возможности природы для того, чтобы направить ее на нужное нам действие. В основном все делается клеткой. Какие проблемы возникают, это будет потом. И вот в следующей системе Криспрокаст возникают совершенно новые возможности в том, как мы можем это всей системой редактирования управлять и как мы можем редактировать геном. Ну и как раз еще о применении. Насколько я знаю, цинкалопальцы и нуклеазы тоже использовались. Но один из самых известных примеров как раз использование Таллин. И маленькая девочка была вылечена от острой миелоидной лейкемии с помощью редактированных цитотоксических Т-клеток. Эти Т-клетки были направлены против бесконтрольно делящихся лимфоцитов и тем самым удалось, как врачи говорят, достичь ремиссии заболевания. То есть было остановлено деление, бесконтрольное деление вот этих клеток, вызывающих лейкемию. И тем самым девочка была вылечена. И на тот момент, насколько я знаю, это был единственный шанс, который мог бы сработать. То есть другие способы лечения, которые могут быть использованы в данном случае, не могли сработать. И поэтому это было такое, скажем так, экспериментальное, довольно рискованное лечение. Но на кону стояла жизнь девочки. И да, это был некий риск, но он был оправдан результатом. То есть это вот такое из громких, успешных применений технологии редактирования генома, но еще до CRISPR-Cas систем. Ну а теперь мы можем рассказать больше и подробнее именно о CRISPR-Cas системах, которые все слышали, возможно, знаем. Но почему-то я уверена, что она не последняя. Я тоже. Она задержалась. Она задержалась на сколько-то лет сейчас. Да, да, да. То есть вот эти системы сменялись друг друга каждые пять лет. Да, да, это задержалось. Пока задержалось, да. Уже десять лет держится. Посмотрим, что будет дальше. А здесь как раз я бы хотел немножко остановиться на определениях, для того, чтобы было понятно, о чем мы говорим. То есть термины, которые мы оперируем в ходе доклада. И вот CRISPR-Cas – это расшифровывается как короткие полиндромные повторы, регулярно расположенные группами. Это отражает историю их обнаружения. И тем самым вот в самом названии можно так, кто специалисты, могут прочитать, из чего эта система состоит. Ну а Cas добавляется – это тот белок, ген которого ассоциирован с этими повторами. И как это у бактерий бывает, гены, которые выполняют одну общую функцию, находятся в одном месте. Вместе, да. Он называется опероном. И поэтому, когда исследовали эту систему, поняли, что те гены белков, которые находятся рядом с повторами, как-то функционально с ними связаны. И очень долго шло исследование, чтобы понять, что, собственно, они делают. А дальше важный следующий термин – это спейсер. Это участок, так называемый, направляющий РНК. Это та РНК, которая направляет или служит адресом. Ее еще гидом называют. Гидовая, да. Да. Ну, гид, как тот тоже человек направляющий. Проводник, да. Проводник, да. Проводник. Проводниковая РНК еще иногда бывает. Ну, тут что-то физикой пахнет. Шерпа, да, можно какого-то. Да, да, да. Ну, лучше вот говорить направляющая РНК. Это более благозвучно, не русского языка. И этот участок, он комплементарен мишени РНК. И вот как раз это тот адрес, который направляет нуклеазу к АСССР. Вот эти белки – это нуклеазы. Они тоже распознают РНК в каком-то смысле, в своей части. Расхитляют. Расхитляют. Да, да. А задача спейсера, направляющего РНК, вот именно направить на этот участок. Ну, протоспейсер – это тот участок мишени РНК, который вот комплементарен спейсеру. Это за счет комплементарности и происходит это распознавание. Но здесь сказано, это вариабельный участок. Это как раз тот участок, который может менять исследователь. Исходя из целей. Да, исходя из целей, да. Исследования или лечения. Вот то, что можно менять. Но есть еще та часть, которая обязательно должна быть. Про нее не так часто говорят. Вот этот пам. То есть это вот та часть, очень коротенькая, которая должна находиться рядом с этим протоспейсером, с мишенью. И как раз это та часть, которая именно белок распознает КАС. И он каким-то, так сказать, образом понимает, что дальше будет, возможно, его мишень. Дальше идет примеривание вот этого спейсера, протоспейсера. И если все хорошо, если они полностью соответствуют друг другу, только в этом случае происходит разрезание. К сожалению, там есть некие сложности, что даже при неполном соответствии КАС может разрезать. Ну, о проблемах мы потом позднее поговорим. Да, проблема в конце у нас. Я сразу делаю намерки, что система, хотя они громко говорят, что она такая хороша, что это наша надежда на все. Но вот есть такие трещины в этом утверждении, что это все не так хорошо, как кажется. И мы потом разберем случаи, как это может быть совсем неправильно, использованные даже в случае человека. Ну и также вот еще последний термин – трейсерная РНК. Это еще одна часть вот этой большой РНК, которая нужна для образования. В природе она нужна для процессинга, для образования направляющей РНК. А вот для технологии редактирования важна для образования комплекса КАС с вот этой направляющей РНК. То есть это такой большой комплекс образуется тройственный. Ну иногда их соединяют вместе, получается двойственный комплекс. Но так или иначе это именно такой, не такой простой, как на первый взгляд кажется. Но все равно это проще, чем предыдущие технологии редактирования. Вот на этом слайде краткая история описания Кресприкас. Вот все начинается с 1987 года, когда вот эти повторы были обнаружены у бактерий эшерихиколи. Тогда это было совершенно неясно, зачем они нужны. Ну вот это было в японской лаборатории обнаружено, а японцы и вообще научный мир тогда предполагали, что раз что-то есть в геноме бактерий, это должно иметь какую-то функцию. Считалось, что у бактерий прокориод очень плотная информация в геноме. Ну да, он экономичный такой. Да, он очень экономичный и все должно служить как минимум одной функцией, а может быть и многофункционально. Потом эти повторы были обнаружены у других бактерий, уже опасных, вызывающих заболевания человека. И вот микобактерии, вызывающих туберкулез. Поэтому это привлекло значительное внимание, а вдруг это как-то еще с патогенезом связано. Тем самым это привлекло больше исследователей в эту область. И прошли года, прежде чем стало понятно, что это довольно сложная локус, сложная система, состоящая из белков и РНК, что они работают все вместе. И все закончилось историей тем, что в 2013 году в одном и тот же год с разницей буквально в месяц или два вышло три публикации. Одна как раз в лаборатории Фена Джана, потом Дженнифер Дудный и Джорджа Черча. Сколько помню, три публикации с разницей один-два месяца, которые говорили о том, что эту систему можно перенаправить на редактирование генома клеток человека. То есть использовать для тех же целей, для которых были предыдущие три системы. Но она в целом была проще, то есть она сложна для понимания, как это работает. Но когда понятно, что это все как работает, остается для того, чтобы направить на участок генома, только вот этот маленький спейсер. Это всего лишь 20 нуклеотидов, как мы позднее я об этом расскажу. Очень просто применение, казалось бы. Но все не так просто. Дальше разгорелся, к сожалению, такая битва, патентная битва. Это было эпично, поскольку все понимали большие перспективы этой технологии. И выяснилось, что пока Дженнифер Дудный и Мануэль Шерпентье делали свою публикацию, Фен Джан сделал патент. И Черч, да, и Черч, там еще такой локомотив был. Да, да, то есть получается женская команда и мужская команда с одной и с другой сторон. И они боролись за право запонентовать эту технологию. Ну вот хотелось бы отметить то, что до этого была технология клонирования фрагментов ДНК. Она тоже наделала много шуму. Или также сомнение в том, что эта технология полезна для человечества, что здесь может быть много опасностей творится. И авторы технологии не патентовали ее. Тем самым мы можем свободно клонировать. А вот редактировать Деном, увы, здесь уже все поделено патентами. Поэтому все очень непросто. Но вот, насколько я понимаю, в настоящем моменте, хоть и споры еще продолжаются, но в целом ключевые патенты остались за Феном Джаном, а Нобелевскую премию... А Нобелевскую дали девушкам, да. Видимо, так хорошо бы по-соломоновски разрешили вот этот довольно серьезный спор. Да, но те компании, которые получили лицензию от Дженнифер Дудной, наверное, там какие-то тоже сложности возникли. То есть это без следа не прошло. Поэтому и некоторые споры еще продолжаются. Но, тем не менее... Насколько я помню, Дудной и Шарпунтияне в Европе, по-моему, запатентовали, а те в Америке. Там еще такое было разделение, если я не ошибаюсь. Может быть, да. Что-то было такое между материками. Но когда сравнивали дату патента, то есть патент первым подал Фен Джан, и вот смотрели по дате. И вот он оказался шустрее. Но, тем не менее, да, Нобелевская... Причем по химии. Вот что было удивительно, да, что дали по химии. Дали по химии. Все ожидали, чтобы биологии, потому что вроде биологии и прочее, но, насколько я знаю, мнения разошлись и сказали, что вас там слишком много. Очень большое количество людей участвовало в описании, в раскрытии механизма этой системы, что, видимо, нужна была практическая разработка. А практическая, вот, первыми... Ну да, к химии это можно привязать, в общем-то. Да, да, это можно к химии, и поэтому сейчас, да, много журналов по химии заполнены Крис Прикас системами и публикацией, связанными с ней. Вот этот слайд показывает, насколько разнообразны системы Крис Прикас. В настоящий момент несколько тысяч видов бактерий и архей ее имеют. И вот как раз недавняя публикация из лаборатории Фен Джана говорит о том, что и эукариоты тоже имеют эту систему. Насколько я знаю, она закодирована в транспозонах таких мобильных элементов, которые перемещаются между, могут даже перемещаться между разными группами и царствами живого. И, возможно, как раз они когда-то появились у бактерий и потом перенеслись в геном к нашему хрону. Так они у нас появились. Ну, так же, как митохондрии, к примеру, да? Так же, как митохондрии и другие органеллы могли появиться. Поскольку эти повторы остались, они работают, это означает, что, может быть, они даже какую-то функцию у нас выполняют. Они, видимо, как раз относятся к той, когда-то называвшейся мусорной ДНК. Вот когда мы поняли, что в нашем геноме биокодирующих участков всего лишь полтора процента, возник вопрос, а что делать 99 остальных процентов генома? И эти повторы как раз относятся к той части, 99 процентов. И мы потихонечку, видимо, все дальше углубляемся в понимание того, что нам наш геном делает. И раз эта система потенциально способна уничтожать ДНК и редактировать геном, может быть, что-то она полезно делать и в нашем геноме тоже. Ну, бактерии — это точно система противофаговой защиты. И дальше мы рассмотрим компоненты одной из этих систем. То есть из большого многообразия в самых первых экспериментах стало понятно, что CRISPR-K — система так называемого второго типа, опять же, из патогенных бактерий стриптокококус-пайдженс, это такие очень неприятные бактерии, вот они распространены в Африке. И вот если кто-то смотрел сюжет о том, что у человека лицо начинает некротизироваться, разрушаться и прочее, вот эти бактерии, платоядные, скажем так, бактерии, они могут так вот влиять на здоровье человека очень негативно. Но вот как раз их польза в том, что в них была впервые обнаружена эта очень активная система CRISPR-Kas. Ну и здесь показано ее один из первых компонентов, КАС-белок, КАС-9-белок, большой белок, много доменов в нем, много функций, но как раз этим и хорошо то, что не нужно собирать по частям. Есть системы, которые состоят из комплекса белков, и там еще сложнее это все устроено. Вот это по счету тем, что здесь один белок выполняет одну функцию, функцию редактирования, слагающую из множества маленьких функций. Следующая — это сама направляющая РНК. Здесь она представлена в виде химера. Химеры — направляющая РНК, собственно, и вот этой трейсерной РНК. Трейсерная РНК — это красным выделено, а синими, отынками синего — это спейсерная РНК, кусочек такой. И вот они связаны некоторым количеством нуклеотидов для того, чтобы это было удобнее образовывать комплекс. Вот в таком виде система быстрее себя находит компоненты и быстрее работает. И вот здесь как раз вот этот спейсер — это 20 нуклеотидов. Лишь вот этот участок нужно клонировать классическими другими способами в специальную плазминную или другую конструкцию для того, чтобы система была заряжена и работала для редактирования именно этого участка, которому комплементарен спейсер. А все остальное служит целью распознавания белком КАС-9. Ему тоже нужно понять, что он связал именно ту РНК, которая дальше будет служить ему адресом и направлять его для внесения специфичного разрыва в геном. И здесь вот еще также есть некое указание якорного участка. Этот якорный участок как раз тот участок, который не терпит каких-то отличий между геномом и мишенью и направляющей РНК. Вот здесь как раз за эту область можно быть спокойным. Если тут какое-то есть несоответствие между разными участками генома, то они не будут распознаваться нуклеазой. Но, к сожалению, вот эта область, если здесь будут несоответствия между спейсером и какими-то другими мишенями, вот тут и возникает так называемая нецелевая активность. Нецелевые. Да, и это вот off-target, еще activity, как говорят на жаргоне, на сленге. То есть та нецелевая активность, которая потенциально опасна. То есть касс нуклеаза, все-таки используя вот эту направляющую РНК, может пойти куда-то не туда в геном и там что-то разрезать. И это уже нехорошо. Вот это ее одна из слабостей, недостатков этой крис-прикассы системы. Ну что ж, над этим, конечно, все ученые знают и над этим работают. И дальше вот третий ключевой компонент, без которого система не работает, это так называемый PAN. И у стрептококус-пайдженс, КАС-9 белка, это всего лишь три нуклеотида. Причем первый нуклеотид может быть любой. Буковка N означает, что любой из четырех, А, Г, Т или С, здесь могут находиться. И фактически нужны только два гуанина. И это еще одна причина, по которой эта система так хорошо исследована и распространена в приложениях фундаментальных и в биомедицине. Это потому что найти такой динуклеотид, эти два нуклеотида в геноме, гораздо проще, чаще встречается, чем, скажем, если будет пять или шесть нуклеотидов у других систем. То есть у других систем, как правило, более длиннее этот участок. Может быть, четыре нуклеотида, но чаще всего это пять, даже шесть, семь. И вот, как видно здесь, возле мишени должен быть вот этот участок прилегать, ну а дальше вот находится сама мишень, которая называется протоспейсер. Вот так вот, условно говоря, вот этот спейсер должен взаимодействовать с этим участком. И когда здесь более-менее полное соответствие, то каст-нуклеаза вот где-то здесь разрежет, между третьим и четвертым нуклеотидом. Вот так вот приходит двуцепочечный разрыв, и после этого клеточная система в зависимости, есть ли донор для репарации или нет, то будет и включать его, либо это будет мутагенная система. То есть есть такие варианты генов, которые проще уничтожить, чем их лечить. Ну и испортить, скажем так. Да, да, то есть они немножко испорчены мутацией, работают, соответственно, приносят вред клетке и проще такие гены уничтожить. Вот, но уничтожение системы Криспрокраса работает замечательно. Ну это да. Да. И в общем-то природы, она была задумана для того, чтобы бактерии могли бороться с бактериофагами и другими чужеродными элементами, пытающимися разрезать и выбрасывать. Да, да. Ну и да, здесь как раз вот и на этом слайде суммированы известные на сегодняшний день способы редактирования генома с помощью систем Криспрокрас. И вот самый простой способ, то есть когда система работает на уничтожение гена, когда вводятся эти компоненты, здесь представлен полностью весь комплекс, и в том числе как он распознает ДНК, вот такая вот образуется, как это назвать-то, это ар-петля, она называется вот по-английски, ну в общем да, такой пузырек что ли. Ну это то, что говорят, выпетливается, да? Да, да, высовывается, выпетливается. Да, я помню термин выпетливается. Да, да, то есть видно, что когда направляющий РНК вместе с КАЗ-белком взаимодействует с одной цепью, образуется вот такой дуплекс, включенный, говорят, гетродуплекс, а другая цепь, она выходит, она свободно вытесняется, и она вот делает петлю такую, да? Да, да, получается, что-то вроде петли, да, что-то вроде петли, да. Тоже очень важный момент, он используется в других технологиях редактирования, вот в способах редактирования этой системы. Ну и если мы ничего не даем, никакого донора для рекомендаций, то тогда клетка в виде двуцепочечный разрыв, как она может, она его заклеивает, залечивает, и чаще всего это происходит с ошибками, потому что та система, которая работает вот с такими двуцепочечными разрывами, она мутагенна. Это система соединения негомологичных концов, так называемая, и там она может чуть-чуть отъесть, тогда получается делеция, что-то немножко добавить, нуклеотиды, тогда получается вставка небольшая, но тем самым, если это внутри кодирующей области гена, то получается так называемый индел, в научной литературе описанной, или вот вставка, или делеция, так называется. Ну а если мы вместе с Криспроказ-комплексом, то есть теми плазмидами, или литивирусами, или другими способами доставки в клетку, ведем также конструкцию и в любом из виде содержащую некую шаблон, скажем так, донор ДНК, у которого участки идентичны по краям этого разрыва, а внутри несется целевое изменение, которое мы хотим нести. Это даже может быть целый ген, или исправление одного, двух, трех нуклеотидов. То есть прибавление такое. Да, да, некая добавка, в общем-то. И если это есть, то есть шанс, что клетка это встроит в геном. К сожалению, это не стопроцентно происходит, потому что та система, которая это делает, так называемая система гомологичной рекомбинации, она гораздо менее активна, на порядок менее активна в клетках млекопитающих. И в этом как раз следующая проблема технологии редактирования, что если мы хотим точно, предсказуемо сделать замену участка генома на то, что мы хотели бы, то это сработает, в общем-то, примерно в одном проценте случаев. То есть повреждение гена произойдет, может даже и до 100% доходить, это чаще всего 70-80% такая активность, но это уже достаточно бывает для эффекта. То здесь эффекта может быть недостаточно, лишь около 1%. И поэтому, видя вот эти недостатки системы, ученые работают над дальнейшим улучшением самой системы и даже изменением принципов редактирования генома. И так появляются так называемые редакторы оснований. Участвует некий третий способ. Такой точечный совсем. Да, это точечный. В чем отличие? В этом комплексе у КАЗ-нуклеаза отключается одна из нуклеазных активностей. То есть оно уже не разрезает ДНК, а делает только один маленький надкус такой, надрез по одной из цепей ДНК. И это также важно для системы репарации потом будет. Кроме того, к КАЗ-белку присоединен через линкер. Другой фермент, это вот так называемый дизаминаза. На сегодняшний день есть возможность редактировать практически все любые основания. Самый широкий спектр возможного дизаминирования. И за счет дизаминирования, убирания аминогруппы из нуклеотида, мы меняем тем самым структуру этого нуклеотида. И дальше он считывается уже как совсем другой нуклеотид. И получается, что вот этот фермент, редактор оснований все функции несет в себе. Ему не нужны никакие-то доноры и прочее. Он все сам, как улитка в свой домик, с собой таскает. Вот он таскает с собой все активности. И тут уже действует другая система репараций, повреждений ДНК, это репарация неправильно соединенных оснований, неправильно спаренных оснований это называется. И вот тут как раз и нужен этот одноцепочечный разрыв. Потому что когда происходит какое-то несоответствие, клетке нужны некие подсказки. А какая из цепей правильная? И вот та цепь, которая... И какая правильная, и какая неправильная? И та цепь, которая несет одноцепочечный разрыв, она распознается как неправильная. А вот эта неправильная цепь несет некую мутацию, а редактор основания, соответственно, исправляет ее на некую нужную букву, которая потом при репликации генома станет нужной буквой. Тут все не так просто. Чем это сложна система? Это многоступенчатый процесс. То есть клетка должна поделиться, этот участок должен быть удвоен, и тогда при удвоении участка получаются нужные нам изменения. Но тем не менее, в среднем они считаются более эффективными, чем предыдущие поколения крест-приказ редакторов. Здесь уже эффективность около 20-30, может быть, 40 процентов, но это более точная активность. Наконец, следующим поколением способов редактирования генома с помощью крест-приказ системы — это так называемый Prime Editor. Это сложно перевести на русский язык, как это можно. Здесь отражен не то, что как бы такой первичный редактор или что-то такое. Это вот скорее отражено его механизм действия. Он действует через некий праймер, что ли. Но праймер — это не инициатор, но такая последовательность, которая запускает процесс как бы, да? Можно так сказать? Да, да, да. Как раз это также применимо к этому системе. То есть за счет вырезания одной из цепей, вот та цепь, которая вытесняется, вот здесь мы говорили, что цепь вытесняется. Она служит сайтом для, участком для связывания другой части. Вот там довольно сложная уже направляющая РНК, и она в себе несет этот донор. То есть мы тем самым привязываем донорные последовательности ДНК уже к самому редактирующему комплексу. Это еще повышает эффективность редактирования и повышает точность. Как раз вот здесь как праймер, что ли, она связывается и образуется участок, с которого дальше можно достроить эту цепь. Вот опять же по матрице вот этой направляющей, вот кусочка направляющей РНК, и для этого используется фермент обратная транскриптаза или ревертаза, еще называют ее, которая соединена с КАЗ-9 белком. То есть это тоже химерный такой комплекс. Здесь химерная уже направляющая РНК, химерный сам белок. Но суть в принципе та же самая, что нам нужно подобрать лишь спейсер, но также позаботиться уже теперь о доноре. Но при этом комплекс будет работать таким образом, что на месте, куда он посадится, он синтезирует на этом месте нужный кусочек ДНК. Опять же действуют системы неспаренных оснований, но уже после действия этих систем исправления, не нужна какая-то репликация ДНК, удвоение ДНК. Нужно все быстрее встраиваться в геном и изменения происходят эффективнее в этом смысле. Вот такие четыре способа на сегодняшний день существуют и опробируются в различных фундаментальных исследованиях. И так понимаю, что идут испытания даже на людях. Дальше, конечно, система Крис-Прикас. За счет того, что в ней нужно поменять лишь 20 нуклеотидов для того, чтобы систему направить на нужный участок генома и тем самым редактировать этот участок, она завернула свое господство среди технологий редактирования в настоящий момент. Поэтому рассмотрим дальше, как мы можем это применить для лечения генетических и вирусных заболеваний человека. Прежде чем перейти к людям, ученые, и исследователи, и врачи, они должны испытать эти системы сначала на моделях каких-либо клеточных моделях или лабораторных животных для того, чтобы убедиться, что система достаточно безопасна. Именно с данным спейсером, именно в данной конфигурации, которая придумана и усовершенствована, еще как-то доработана учеными и врачами совместно. Для этого используются различные мыши, крысы, рыбки, мини-свиньи и нечеловеческие приматы, так называемые. То есть на шимпанзе эксперименты запрещены и используются макаки в основном. Это, конечно, очень дорогие эксперименты и довольно часто исследования оканчиваются на мышах. Но стараются использовать все-таки приматов, поскольку речь идет о уже... Следующий этап — это человек, и поэтому, зная эти недостатки экспортсистемы. И требуются такие меры предосторожности для того, чтобы все самые существенные недостатки выявить на самых ранних стадиях. Таким образом, лабораторные животные в этом хорошо помогают. У животных есть своя специфика в составе клеток, общении клеток между собой и структуре генетических заболеваний, поэтому хорошо будет все-таки это использовать также и на моделях, которые приближены к человеку. И такими моделями служат клетки. А конкретнее это так называемые индуцированные плюропатентные стволовые клетки. Это одно из прорывов в клеточной биологии. Выяснилось, что мы можем взять просто фибробласты, то есть клетки кожи человека, более глубинного слоя, и их можно с помощью коктейлей химических агентов или с генетических заболеваний. Мы можем перепрограммировать, вернуть их обратно. Они были дифференцированы, они выполняли свои функции, но их можно вернуть обратно в это плюропатентное состояние, из которого путем действия других стимуляторов, ингибиторов и прочих факторов, их дальше дифференцировать по другому пути. Чаще всего они дифференцируются в клетки нейрональной системы, различные нейроны, и тут с этим связано то, что больше работы именно с ними проведено. Но также из них можно получить и другие клетки. Сколько знаю, клетки легкого, клетки кишечника, клетки сердца. Все зависит от того, какими факторами мы подействуем. То есть это очень удобный, очень многосторонний, мощный инструмент для создания нужного типа клеток. А так как мы можем взять эти клетки от пациента, то они будут нести нужную мутацию, и мы можем попробовать ее исправить на культуре клеток, попробовать посмотреть, а что будет, когда мы исправим эту мутацию. Действительно ли она вызывает болезнь? Вот это очень важный момент во всей технологии редактирования генома человека. Мы должны быть уверены в том, что именно эта мутация, это изменение в геноме и вызывает болезнь. И если мы ее исправим, то это нам даст терапевтический эффект. Потому что если мы не уверены, то сделать этого не стоит, редактирование. Мы можем нанести скорее вред. Поэтому и модели животных человека, и клетки человека, они служат как раз на той цели, чтобы и выяснить, какая именно мутация вызывает данную болезнь. Конечно, проводится огромное количество исследований, поэтому очень многое знаем. И в настоящее время различные испытания проводятся именно на тех мутациях, которые мы знаем, что четко связаны с заболеванием, являются причиной заболевания. Но клетки — это, конечно, очень простая система. И хотелось бы все-таки что-то поближе к человеку, еще дальше, еще лучше. И тут появляется следующая революция в исследовании структуры функций органов человека — так называемые органоиды. Органоиды представляют собой трехмерные ткани, можно так сказать. Они в чем-то, в каких-то аспектах похожи на тот орган, который они моделируют, но не целиком. Например, в кишечном органоиде там могут быть какие-то пузырьки, там они выявляются, вот какие-то полости, которые как раз соответствуют полостям в кишечнике. Или, скажем, мозговые органоиды, так называемые картикальные органоиды, которые моделируют кору человека. И там такое же расположение. Следующий слайд как раз детально покажет, как там очень похоже на структуру коры человека в некотором смысле. И тем самым эти органоиды могут нас дальше приблизить, потому что здесь это скопление нескольких типов клеток, есть межклеточное взаимодействие. И также мы можем использовать, скажем, органоиды печени для того, чтобы посмотреть на цитотоксичность, на гепатотоксичность разрабатываемых инструментов, лекарств и прочих. То есть они используются также и в изучении химических лекарств. Мы можем понять, есть ли какие-то нежелательные эффекты, при этом не мучая животных, что очень хорошо, мне кажется, в этом смысле. И тем самым, поскольку модель гораздо ближе к человеку, мы получаем данные ближе к истинным. Есть такая проблема в испытании лекарств, что на животных очень много что работает, потому что исследования на животных, прежде всего, проводятся, и лекарства, которые разрабатываются, получается, что для животных. И поэтому на моделях животных лекарство работает замечательно, но пытаемся перенести это на человека, и, к сожалению, это не работает так, как надо. Все-таки человек — это особая система, мы отличаемся от животных, и когда речь идет о какой-то направленной терапии, эффективной терапии, нужно понимать, что нужно использовать модели, приближенные к человеку. Но на самих людях это нельзя испытывать, это неэтично. Поэтому органоиды — это прекрасное решение. Сейчас даже идет следующий уровень развития, так называемые ассамблоиды, когда можно совместить вместе, скажем, мышечный органоид и мозговой органоид, и наблюдать, как формируются связи между мышцами и клетками мышц, мышечной тканей и нейрональной тканей. На этом слайде можно представить себе, как органоид похож по структуре на кору мозга человека. То есть такое же вертикальное расположение нейронов. Поэтому мозговые органоиды используются для исследований деятельности мозга человека. И вот один из интересных фундаментальной науки, и тоже может иметь приложение, наверное, в медицине примеров, когда мы можем использовать мутации, обнаруженные у неандертальцев, и посмотреть, как они влияли на развитие мозга, на его функционирование. То есть у современного человека появилась эта мутация в одном из факторов критичного для развития мозга. И мы с помощью исследований, введения этой мутации в мозговые органоиды, исследования их функций, можем понять, что отличает современного человека от его предков. Внесение с помощью CRISPR. Да. Отчеркнем. Да, да. Это делается именно CRISPR-системой. Другие системы здесь неэффективны. Да. Пример приложения CRISPR-систем. И дальше, как мы можем использовать уже именно в терапии заболевания человека. И прежде всего это можно для так называемой экс-вивотерапии. Ну, здесь некая отсылка к фантастическим фильмам. Да, то есть где-то в 90-х годах вышел фильм «Гаттека», где есть сцена, когда родители приходят к доктору, и им бы хотелось завести мальчика, у которого бы не было проблем со здоровьем. И доктор легко так перечисляет, я могу себе позволить такие-то, такие-то, такие-то гены удалить. И с современной точки зрения он говорит о высокоэффективной технологии редактирования, способной работать на множестве мишеней. И это именно CRISPR-система. CRISPR-система сейчас. Да, поэтому, если кто не смотрел, можете посмотреть. Но фильм немножко не о том. Да, но фильм «До открытия CRISPR-системы». Да, да. Но это было еще «До открытия CRISPR-системы». Поэтому слов редактирования генома там не услышите, но это прям описание то, что делает сейчас CRISPR-система. Ну и вот пример такой экс-вивотерапии, как можно ее использовать для лечения заболеваний человека, в данном случае вирусных заболеваний. Это борьба со встроившимся в геном клеток человека, вируса иммунодефицита человека. Отбираются клетки, желательно предшественники клеток OCD-34+, у них происходит удаление тела вируса и инактивация рецептора CRISPR-5, через который коррецептор – это один из важных факторов. Попадает, собственно, в организм. Да, да, через этот коррецептор попадает вирус геном человека. Вносится чаще всего именно та мутация, которая есть у людей, которые от природы устойчивы к вирусу. Вот есть небольшое количество людей, несколько процентов, которые, в принципе, не могут быть заражены вирусом. Они несут эту мутацию, и мы можем воспроизвести именно эту мутацию в клетках, то есть сделать все как по природе, но нашими инструментами, системой CRISPR-каз. Но мы позже пример этого вы приведете, насколько я знаю, как вот, ну, нашумевший этот с Хэддиан Коэм. Он же хотел сделать девочек… Да, 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 да. Не буду забегать вперед, не буду… Да, это будет чуть дальше, да. Ну, дальше отредактированы клетки. Вот здесь как раз мы можем эти клетки посмотреть, есть ли там целевое изменение и нет ли каких-то побочных эффектов, побочных мутаций, и отобрать те клетки, которые без побочных мутаций и несут целевые изменения, и именно их дальше вернуть пациенту. Вот этот способ позволяет нам преодолеть недостатки системы CRISPR-каз и быть уверенным в эффективности лечения. Да, поэтому, и поскольку это все пациент специфично, здесь проблем с иммунитетом не возникает. Ну, здесь пример конкретного клинического испытания, которое идет в настоящий момент. Вот здесь его номер, поэтому номер можно найти в базе данных клинических испытаний в Штатах. Да, то есть эта тема активно развивается. Здесь можно знакомые гены на звании увидеть, что это как раз система CRISPR-каз-9. Уничтожается этот ген, также удаляется и сам вирус из клеток. Вот это реально проводящиеся сейчас испытания на людях. Другой способ, как мы можем с помощью вот этой экс-виотерапии, клеточной терапии, модифицированной лечить человека, это бороться с опухолями. Как раз тот первый пример, вот что я привез с Сталинами, был, это можно, опять же, извлечь из человека из клетки цитотоксические лимфоциты, в них вставить специальный рецептор против опухолевых клеток, опять же, убедиться в том, что все прошло безопасно, эффективно, и нужные клетки обратно вернуть человеку. И вот эти клетки будут работать на уничтожение опухоли. Но речь идет именно о тех опухолях, которые связаны с циркулирующими, да? Да, в крови. К сожалению, против так называемых твердых или солидных опухолей это не работает. Есть ограничения, связанные уже с взаимоотношением между клеток. И вот идет совершенствовательная технология. В области онкогематологии, тут вот мы просто отметим, что это область онкогематологии. Да, да, да. Лимфомы, какие-то вот такие вот вещи. И здесь пример конкретного испытания, которое в настоящий момент проводится. Так что это все пример того, что реально используемые технологии редактирования для лечения заболеваний человека. Ну и также мы можем использовать, потенциально использовать редактированные иммуноиндуцированные плюропатентные стволовые клетки. По той же самой схеме можем извлечь из пациента эти клетки, их отредактировать, а дальше мы их можем дифференцировать в любой нужный тип клеток. Если предыдущие два примера были завязаны… То есть сначала редактировать, потом уже дифференцировать. Да, дифференцировать и вернуть пациенту нужный тип клеток. Это могут быть и нейроны, может быть клетки мышечной ткани. И тем самым мы потенциально можем лечить практически любое заболевание, связанное с то, до чего может дотянуться и эффективно может сработать система крис-прикаса. Но это, опять же, раздел клеточной терапии. Но параллельно развивается и использование системы крис-прикаса в терапии именно in vivo, то есть в самом человеке, редактировании. И здесь, как пример, это терапия транстеротиноевая амилодоза с помощью системы крис-прикаса. И тут возникают уже проблемы доставки. Если с клетками, ну, получили клетки, через вены вводим, дальше они там свое место в организме найдут. То есть здесь нам нужно доставить в нужное место наш редактор. И для in vivo терапии это одна из больших проблем. Как адресно в нужную ткань, в нужный тип клеток доставить этот редактор, для того, чтобы в других тканях не попадал, не делал ничего плохого. Здесь, как один из вариантов, используются искусственные частицы липидные, которые нагружаются инструкциями. Здесь, может быть, в виде РНК представлен КАС-белок, направляющие РНК тоже в виде РНК. И здесь это важно тем, что мы можем контролировать состав этих частиц, мы можем проверить их на токсичность предварительно в разных модельных системах и быть уверены, что вреда они не нанесут и скорее будут редактировать. И в организме, собственно, реализуется эта генетическая информация, выходит и... Да, допустим, делается инъекция в вену, и дальше такой еще есть природный механизм доставки в печень, поскольку большая часть крови находится в печени, все через нее проходит. Проходит через нее, да. Поэтому и попавшие в кровь частицы обязательно через нее пройдут. А дальше на их поверхности, тут не подписано, но вот есть специальные молекулы, а, да, вот АПЕ-белок, который распознается уже рецепторами гепатоцитов и захватывается из кровотока, и тем самым эти частицы попадают внутрь именно гепатоцитов. И дальше они выходят из системы транспорта и попадают в ядро. То есть все элементы здесь соблюдены для того, чтобы эти редакторы попадали внутрь клеток. И тем самым, используя природные особенности кровотока печени, мы можем редактировать гепатоциты. Вот, то есть заболевания печени, ну, в общем, достаточно эффективно можем лечить. Ну, здесь как раз это пример реального клинического испытания на уже людях, вот, инвиво для лечения болезней, связанной с печенью. Другой способ еще инвиво, который можно использовать, где мы можем контролируемо доставлять наши редакторы, это болезни глаза. Глаз, потому что глаз снаружи, условно говоря. Да, то, что снаружи, конечно, из-за болевания кожи, например, тоже потенциально можем лечить. Удобно добраться. Да, удобно добраться, конечно. Вот инъекция идет, врач инициирует как раз в глаз инструкции, то есть частицы, которые будут потом нарабатываться и, значит, попадать в геном и там исправлять. То есть это болезнь дегенерации, по-моему, да, от чего-то, и можно доставить ген, который будет сетчаткой. Да, и есть разные по типу этого заболевания, в зависимости от того, какой ген, какая мутация. И в данном случае используется CRISPR-Cas для исправления очень большого гена, который нельзя доставить в виде других конструкций. Потому что если есть возможность доставить в виде, скажем, аденоассоциированных вирусов какой-то ген или фрагмент его, и это будет иметь терапевтический эффект, то склоняется чаще к этому способу терапии. В данном случае повреждение затрагивает огромный ген, который нельзя так доставить, и здесь только CRISPR-Cas. Система точечно может сделать лечение, исправить эту мутацию. Ну и, да, здесь это исследование идет, здесь уже набраны пациенты, то есть она переходит уже, видимо, в следующую фазу. И, да, согласно публикациям, отчетам этой компании, Editas Medicine, есть примеры успешного лечения этого заболевания с помощью системы CRISPR-Cas. Это действительно работает. Какие-то там другие есть побочные эффекты, но человек слишком сложный у каждой своей болячки, помимо целевых заболеваний, вот поэтому разбираются, виновата ли в этом CRISPR-Cas система или это другие вещи с ней не связаны. Это тоже в настоящее время идет многочисленное испытание. Ну это самое начало вообще пути еще. Конечно, это только самое начало. Да, да, самое начало. Ну и вот, чтобы хотелось напоследок обсудить, и одно из самых громких преступлений, это редактирование эмбрионов человека. История берет начало как раз... Герой наш. Писательного героя, да, Хэ Цзян Куэ, да, китайского исследователя, который осмелился, не сообщив сообществу. В неведении были также и сотрудники поликлиники, в которой проводились эти все испытания, только его ближайшее окружение, сотрудники, с которыми под его руководством работали, только они знали об этом. То есть даже врачи, которые имплантировали эмбрионы, они не знали, что они имплантировали. Да, да, да. То есть это было стандартное... Сейчас, сейчас... ЭКО, да. Экстрокорпоральное оплодотворение. Они не знали, что эти эмбрионы отредактированы. Да, они не знали, что они отредактированы. Да, то есть, видимо, эмбрионы были перенесены в лабораторию, там они были отредактированы, и дальше были переданы врачам для имплантации. И так родилось три ребенка. То есть многие знают о том, что есть два ребенка, Надеюсь, они все живы. И двух, и трех никто не видел-то, на самом деле. Да, да. Потому что два, что три, в общем-то, не имеет значения, потому что их все равно никто не видел. Да, то есть правительство в целях безопасности, как скрывает от общественности, для того, чтобы не было какого-то... Да, и стигматизации, да. Дискредитации, дискриминации. Потому что вот в том фильме «Гатака» это наоборот. Редактированные люди – это было такой... Элита такая. Да, элита общества. В настоящее время все наоборот. То есть редактированные люди – это что-то такое... Метантри, меченые, что-то нехорошее. Да, да. Идея-то у нее была, в общем-то, хорошая. Ну, их и Дианхет сидел три года, в общем, так ему это прошло все. Ага. Ну, тут дальше, то есть, публикация, была же еще публикация подана, статья для публикации. Да, да, да. Но здесь представлены коллективы прецедентов. Но они все отклонили, все журналы. Да, потому что то, что в своем видео даже говорил этот врач, ученый, даже не врач, он ученый скорее, в своем видео, оно не подтвердилось в статье. То есть, по данным была другая ситуация. Да, да, да. Система CRISPR не сработала так, как он этого хотел. Он надеялся выключить CCR5 коррецептор для того, чтобы эти девочки были устойчивы к вирусу СПИДа. И их родители, кажется, мать была инфицирована. Отец, отец, отец. Ну, в общем, да, кто-то из родителей, может быть, даже оба были инфицированы. И это был предлог для использования CRISPR-К системы. Многие говорят, что это в настоящее время не сильный аргумент, чтобы использовать такую рискованную систему, на самом деле. Есть другие способы оградить себя. Да, есть другие способы, да, лечение этого, да, способы родить здорового ребенка, даже от ВИЧ-инфицированных, это все есть, все там хорошо развито. Но он использовал предлог, убедил родителей в том, что можно использовать систему, что это будет безопасно и не потребует каких-то терапий. Вот, не знаю, какие аргументы он использовал, но ему это удалось. Однако статья, данные представленные статьи не соответствовали тому, что происходило в реальности. То есть, произошли изменения, изменения произошли, система CRISPR сработала. Но под сомнением, что произошло выключение функции этого рецептора, то есть, произошло что-то не то. Система и система репарации клеток сделала совместно не то, что ожидалось. Поэтому сейчас девочки под таким наблюдением обсуждается даже их какое-то создание специального центра, где бы их могли бы обследовать. И это какой-то, ну, для них это ужас, наверное, то есть, вмешиваются жестко в права. Может быть, даже обсуждение идет, может быть, их ограничить даже вот вступление в брак и вот заведение семьи. Это какой-то кошмар на самом деле для них. Возможно, пока они еще об этом не знают. Ну да. Надеюсь, они живы и здоровы. Ну да, дело серьезное, конечно. Да, поэтому это очень все опасно. Ну, за это, конечно, общество отреагировало негативно на такое вот из-под тяжка, из-тихаря сделан эксперимент. Все узнали об этом только на конференции. Из-за этого Хэцзен Куй был посажен в тюрьму на три года. Не так давно он вышел и хочет продолжать заниматься редактированием, но уже, видимо, не эмбрионов, а других клеток. Ну, все-таки знания у него в этом есть. Да, ну, конечно, лагерь ученых разделился на... Ученые разделились на два лагеря. Те, кто поддерживает его, те, кто резко негативно к нему относятся... Ну, последних больше, по-моему, да. Последних, скорее, больше, да, потому что не получился эксперимент. Ну, это, да, связано как раз с недостатками Крис-Полька системы. И то, о чем вот я в самом начале говорил, здесь суммирно вот в одном месте. В центральном она не такая точная, как о ней говорят, и нужно подбирать условия. И поэтому экс-виво-терапия, когда мы клетки можем отредактировать и отобрать с нужным результатом, и отсеять те, которые имеют нецелевые мутации, это пока самый лучший вариант. О, конечно, самый надежный. Да. И вот ин-виво-терапия, где мы не можем контролировать результат, это на самом деле не очень здорово. Ну, и, видимо, есть состояния, при которых это единственно возможная терапия. Тогда это обосновано. Ну, также вот, да, система репарации клеток может нести непредсказуемое повреждение гена, и поэтому, может, чаще всего ген ломается. То есть вот в Крис-Полька системе в содружестве, скажем так, с самой активной нашей системой репарации клеток чаще ломает ген. Также есть проблемы с активностью. Не на всех участках генома она активно работает. И поэтому и возникает также нецелевая активность, что целевой участок закрыт для редактирования каким-то образом, возможно. А другие открытые, тогда вот система Крис-Полька туда идет. Проблема с адресной доставкой. То есть вот печень-то мы можем, глаза можем редактировать. А если, скажем, мы хотели бы сердце отредактировать, какие-то, причем все, вот, там... Ну, да, почки какие-нибудь. Да, только почки, да, и какие-то другие органы. То здесь возникает проблема адресной доставки. То есть редактор будет попадать в другие ткани, и вот с низкой точности непредсказуемого результата там могут быть ошибки. Также есть эффективная, довольно точная система доставки адренсоцированных вирусов, но, к сожалению, КАС имеет слишком большой размер, поэтому не помещается в эти вектора. Ищут способы, как уменьшить размер или найти другой альтернативный редактор. Другая, не менее серьезная проблема, это иммуногенность, так как КАС это бактериальный белок. Если он экспрессирован, наработан в клетках млекопитающих, то иммунная система видит, что клетки содержат что-то чужеродное, и они могут уничтожить эти клетки. И вот таким образом получается на первых экспериментах, на мышах было показано, что, да, система КРСПК сможет редактировать клетки печени, но потом своя же иммунная система уничтожает редактированные клетки, и смысл терапии вообще теряется. Ну, потому тем более, значит, ценно открытие у иукариот. Да, 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 и вот открытие у иукариот, оно именно важно, хорошо, что это вот именно важно. Да, но это далеко еще до практики. Да, 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 далеко, но потенциал у него очень высокий, то есть, возможно, это неиммунно... Или низкоиммуногенный будет редактор, он, кстати, очень маленький, он помещается как раз в нужный вектор, у него есть малый размер. У него есть точность, у него есть потенциальная неиммуногенность. Ну, вот, возможно, я предвижу проблемы с активностью. Он все-таки ближе не к КАС-9, а к другому классу нуклеаз, и у них проблема с активностью. Они, да, точные, но они менее активные. Ну, с другой стороны, если терапевтический эффект будет достигаться редактирования там небольшого процента, но именно точного редактирования без побочных эффектов, то почему бы и нет. То есть, какие-то приложения там тоже будут. Ну, и вот обсуждая эти проблемы, я бы хотел закончить мемом, что нельзя просто так взять и редактировать человека. Поэтому все эти рассуждения в зарубежных СМИ, в публикациях о том, что вот у нас надежда человечества есть, что нас скоро всех отредактируют, что мы скоро будем в свободной всех болезни, к сожалению, это не так. Предстоит еще большая работа над улучшением редакторов, для того, чтобы они были достаточно эффективны, достаточно безопасны для человека и делали свою работу хорошо, чтобы быть именно терапевтическими редакторами, а не какой-то экспериментальной терапией. Вот. Ну, на этом у меня все. Спасибо. Мы пока не прощаемся с вами. По скриптуме я бы хотела поговорить вот о чем. Ну, предпоследний слайд вы отметили центральной проблемой точность, да? Действительно, она обсуждается, вот в литературе я вижу, и это одна из главных проблем. Хотела подробнее поговорить об этом еще и опять же, потому что новости я отслеживаю. И вот в журнале Nature Bytec Knowledge буквально накануне нашей с вами встречи, 3 июля, появилась статья о новой модели искусственного интеллекта, Тайгер назывателей, это аббревиатура, видимо, какая-то, которая способна предсказывать целевую и нецелевую активность системы Криспорт. Я так понимаю, что это просто новая модель, но это не единственная. Я так понимаю, что уже есть такие модели. И она направлена как бы не на разрезаемую ДНК, а на РНК, в общем, что-то такое, как бы она научена так, чтобы... Наверное, с подбор спейсера. Да, да, видимо. То есть направляющая часть РНК, которая направляет адрес вот этого. Да, вот она, цель ее вот это вот, и так можно, она предсказывает. Вот что вы думаете о потенциале вот этих вот систем для повышения точности редактирования? Я думаю, что это хороший способ снизить нецелевую активность редакторов, но лучше это использовать в комплексе с другими решениями. А какие еще есть решения? На сегодняшний день, например, есть модификации самого КАС-редактора. То есть получены улучшенные варианты. Даже и в нашей лаборатории мы получили свой, как бы сказать, отечественный редактор, который обладает очень высокой специфичностью. То есть он способен отличать мишени, которые хоть на один нуклеотид не соответствуют этому спейсеру. При этом другие поколения, предыдущие поколения улучшенных редакторов, они в этих местах не видят этих различий. Поэтому лучше это перестраховаться, то есть подобрать этот самый спейсер. Кроме того, чаще всего в исследованиях и даже именно в клинических, и на моделях животных испытаний использовать не один, а несколько спейсеров, для того, чтобы выбрать из них самый активный и самый точный. То есть точность-то можно предсказать, но при этом может упасть активность. То есть это такие весы, на одной чаше находится активность, на другой – точность. И вот когда делают мутации в этом редакторе, вот он может быть очень точный, но активность у него падает. Непонятно точный механизм. Видимо, в каждом случае это свой какой-то механизм молекулярно действует, но результат неизменно такой, что выше точность, но ниже активность. И мы должны чем-то жертвовать, либо что-то еще принципиально новое придумывать. Поэтому и ищутся другие редакторы. То есть можно не КАЗ-9, а скажем, там КАЗ-12 использовать. И там КАЗ-12 есть разные буквы – ABC, E и другие. Кстати, тот, который найден, он кажется КАЗ-12F ближе к этой группе принадлежит. Или может быть там своя уже буква добавляется. То есть есть возможности не только предсказывать за счет последовательности, но также использовать решение, именно молекулярное решение. Опубликованы это ваши работы? Пока что она опубликована в дрожжах. На дрожжах. И сейчас мы готовим публикацию для млекопитающих. Как выяснилось, что на дрожжах эта мутация хорошо работает, но она, кстати, повышает активность дрожжей. Чем модели не очень могут быть хорошие, скажем, клеточные? Тем, что в них один результат получается, а на млекопитающих другой. И вот на млекопитающих она показала высокую точность. Активность упала резко, но точность повысилась просто на порядке. Здорово. И к счастью еще что там выявилось? То есть я говорю о том, что система Крис-Паркас в содружестве с системой репарации клетки вызывает повреждения гена. Вот наш этот новый редактор эти повреждать гены не может в большинстве случаев. То есть он каким-то образом уже не дружит с той системой, повреждающей мутагенной системой репарации. А дружит с другой системой гомологичной рекомендации. И его активность упала до активности вот этой высокоточной системы рекомендации. И тем самым, если мы пока каким-то образом повысим, тоже есть способы как-то сделать, повысить систему гомологичной рекомендации, мы получаем и активный, и крайне точный редактор при этом. Вот это наша работа, которую нам предстоит сделать еще. Ну что, желаю вам успеха. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам. Доброго.